Свою жизнь в 90-е Наталья Крачковская, еще одна чемпионка по количеству сыгранных ролей в кино, сравнивала с военным временем. В общем, состояние жуткое было. И есть хотелось. Вот это чувство голода и зная, что завтра у тебя все равно нечем есть. В 90-е Крачковская не знала, чем платить за квартиру. И будут ли у нее завтра деньги на продукты? От унизительной бедности ее спас Михаил Кокшенов, который снимал примитивные комедии с небольшим бюджетом, но очень нужной стране, которая пребывала в глобальном стрессе. А это тетя Катя. Она в этом заведении. Царь и бог. Да, хочешь, что ли? Бери, вы, вешайся. Сестра-хозяйка. Но съемки у Кокшенова нанесли большой удар по здоровью актрису. У нее всегда был лишний вес, тяжелая форма диабета, гипертония. А приходилось сниматься по 14 часов подряд, к примеру, в жарком Египте. Я говорила, мне царицу не фертить. Не смейтесь, пожалуйста. Мы выехали в пустыню Сахару. Итогом бешеных 90-х стал тяжелейший инсульт. Актриса с трудом восстановила речь, и все кончилось инвалидным креслом. Но все равно она продолжала работать. Слышала реакцию зрителей. Я говорю, Наталья Крачковская. И вдруг тишина. Что такое? И мы так все. Почему? Вроде она должна выйти, сейчас что-то говорить, и ничего не говорит. И Наталье стало плохо. Она стала терять сознание у микрофона. Но у актрисы как будто был мотор. Она никогда не сдавалась. Всегда шутила. Накрывала шикарные столы. Много общалась. Вот приезжаем в Благовещенск. Коля на коляске, она на коляске. И при этом она говорит, Колька, когда выпивать будем, а? Ну что, в Китай-то поедем, там, по границе Китая. И она прется на этом инвалидном кресле. Она прется в Китай. Жизнерадостной и активной Крачковская была всегда. И легко преодолевала ситуации, способные сломать другого человека. Когда она училась на первом курсе в ГИКа, ее сбила машина. Сбила она меня буквально у поворота в институт. Шесть переломов. Наташа ослепла. Но как только стала различать мутные очертания людей, вышла на съемочную площадку. Муж дембилизовался. Здравствуйте. Сами понимаете. Это хорошо, что вы сказали хорошо. Она сначала просто была очаровательной помпушкой, а потом уже болезненно полной дамой. И ела, ела, ела. Я даже ей однажды сказал, Крачковская, потерпи немножко. Что ты мне говоришь, потерпи? Я уже потерплю на том среде. Говорила она. И продолжала есть. И это было не просто нарушение пищевого поведения, как говорят в таких случаях врачи. Это было служение искусству своей профессии. И, мол, меня не будут брать на роли, если я резко похудею. Так она говорила. Ну, честно говоря, что так и есть. На время съемок комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Крачковская заболела воспалением легких и похудела на 18 килограммов. И Гайдай был возмущен и заявил, что она его страшно подводит. Значит, так, манная каша, туда два яйца, ложку масла и еще все это с хлебом. Нужно было сниматься на каких-то стрелках часов, висеть. При ее, в общем, весе, при габаритах она висела. Или нужно было бежать по этой лестнице движущейся. Она бегала. Она была беспощадна к себе, потому что она была влюблена в профессию. Но в 88-м году от сердечного приступа скончался ее любимый муж. И это стало для нее катастрофой. Сын женился, ему было не до мамы. Крачковская осталась одна. Наташа стояла с кардиостимулятором. И сделали операцию на сердце. Инсульт, потом другой, потом инфаркт. В последние годы жизни она весила 160 килограммов. И врачи не знали, за что хвататься. Но она все равно рвалась на сцену. Она в интерпризах работала. Режиссер находил оправдание, почему она должна быть в кресле каталки. И она продолжала есть, объясняя, что это главная радость жизни. Я люблю готовить. Я люблю есть. Я обожаю принимать гостей. В 2016 году наступила трагическая развязка. Она ушла из жизни.